Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Максим Портнов. На прошлой программе мы разговаривали с отцом Дионисием Лёвином и разговаривали про его центр. Сегодня у нас в гостях непосредственно воспитанники этого центра. Это у нас Теренкина Ирина и Грачёва Вероника. Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! — Отец Дионисий очень интересно рассказал о том, как его детский центр в течение 10 лет развивался, раскрывался, образовывался, появлялись новые какие-то направления интересные. И вот интересно было бы услышать не только руководителя этого центра, но как бы вот еще и голосом изнутри непосредственно от вас, тех, кто туда уже ходит. Вероника, позволь, я начну с тебя. Я знаю, что ты достаточно давно ездишь в детский центр, и вроде даже как-то у тебя там какая-то есть проблема, что ты прям целый подвиг совершаешь, ты издалека ездишь. Вот расскажи, пожалуйста, вот как ты начала в этот центр ходить, что тебя привлекло к нему? — Ну, изначально в центр ходил мой старший брат, вот, он всегда приходил занятия, рассказывал, как хормейстер его проводил с таким интересом, что меня впечатляло это. И вот с этого времени, как мой старший брат стал ходить на этот хор, вот, всякие секции туда еще, вот, я это как-то, меня это заинтересовало, что ли. Вот, я была всегда впечатлена его рассказом, как у него там проводились эти репетиции, что у него там и как, вот, и я после окончания начальных классов решила пойти на хор к матушке, вот, и родители сделали, типа, такой подарок, вот, они записали меня на хор, вот, и... — И у меня настолько много эмоций было, просто, ну, словами это не передать. — А ты вот с этого времени уже стала одна ездить? — С этого времени, с начальных классов, да, с 10 лет я стала самостоятельно ездить, вместе, ну, иногда вместе с старшим братом я ездила, ну, первые две четверти, можно так сказать, ездила с старшим братом, и потом иногда одна ездила. — Ты из Кошелева ездишь? — Из Кошелева я ездю в центр на регулярной основе. — Угу. — Вот, это очень сложно бывает. — Сколько у тебя по времени занимает поездка? — Ну, от полтора, ну, минимум полтора часа, где-то часа полтора-два, где-то так. — А вот пока ты едешь в маршрутке в автобусе, чем занимаешься? — Ну, обычно я либо отдыхаю от учебы, после учебы, да, можно поспать, вот, но иногда я выполняю какие-то разные домашние задания в это время, вот, что-то учу, какие-нибудь стихи, вот, так что время просто так не уходит, зря. — Ирина, а как ты пришла в этот центр и насколько давно ты его посещаешь? — Я узнала о центре благодаря маме. У меня мама очень хорошо общается со своими подружками, и до нее дошла вещь, что открылся центр, где дети бесплатно развиваются и занимаются разными кружками. — Мне мама об этом рассказала, мне это стало интересно, потому что я была очень активным ребенком, мне нужно быть везде и вся, и меня это все заинтересовало. Я очень сильно просила маму меня записать, и она меня отдала в центр. — Мне было 4 года. — Ого, так мало. — Я уже 10 лет занимаюсь сейчас в центре, до сих пор есть энтузиазм, горят глаза не только у меня, но и у учителей, видно вот эту любовь, что каждый вкладывается в развитие центра, в развитие всего, что связано с этим. — И вот когда я все-таки смогла записаться, меня дали на танцы и на хор. Я развивалась в этих двух направлениях, и я вообще не жалею, что я поступила в этот центр, что это стало огромной частью моей жизни. — А вот получается, что вот у вас у обеих вот такая любовь к хору, это вот одна из самых таких интересных направлений центра? — Нет, у центра есть очень много разнообразных направлений, начиная от иностранных языков, заканчивая спортом. Нет, есть очень много ярких направлений, и каждая, особенно по-своему, и в каждом дети развиваются, добиваются своих высот. Так что хор — это просто одно из самых больших направлений в нашем центре. — Ну, я так понимаю, у вас еще и очень хорошее отношение с матушкой, наверное, непосредственно, да? — Да, у нас идеальное отношение. Она всегда поддержит нас в любое время, всегда придет на помощь. Она такой человек, с которым можно просто сесть, поговорить, она выслушает себя, подскажет, поможет. — Ну, вот тут отец Зианитий рассказывал, что, наверное, один из первых опытов, когда проводился лагерь непосредственно в стенах вашего центра, и получается, в 2-3 часа ночи он делает обход, и вдруг видит, что из комнаты, где девочки, тоненький лучик света идет. И он, значит, туда заходит и видит картину, что около маленького ночника, значит, на полу сидит матушка его, а вокруг нее, значит, огромное количество девчонок, и все, открыв рот, слушают какие-то истории из семьи там или еще. Ты там тоже была или нет? — Ну, я была, была на некоторых таких моментах, но не давно, а вот недавно, когда в том году, по-моему, у нас проводилась также смена в Нике, в хоровой смене, у нас эту смену вела матушка, была организатором этой смены, и батюшком. Вот, и матушка каждый вечер просто старалась настолько нас как-то сблизить между собой, именно почему-то вечером, она нам рассказывала всякие истории, как она вышла замуж за отца Дионисия, как они познакомились, рассказывала, как она пришла к хору, как она стала с детьми ладить. Вот, это было настолько интересно и это забавно, слушать ее, что все с энтузиазмом сидели, слушали ее, никто не перебивал матушку, вот, и все, наверное. — А вот что это за вот такие лагеря, Елена, можешь рассказать? Ты вот бывала в них? — Да, у нас в центре есть несколько направлений таких лагерей, есть профильные лагеря, такие вот как хоровые у нас есть, есть просто общие лагеря, где дети со всех кружков записываются в лагерь и проводят смену вместе. Есть хоровые профильные, там мы, где занимаемся только в основном пением, учим новые произведения на будущий год и развиваемся по этому направлению. Но наши смены всегда различаются огромными походами, поездками, так что никогда не бывает скучно у нас. — А вот что такого вот особо запоминающегося вот в этих лагерях? Вы же, я так понимаю, уже не первый год туда даже ездите, да? Или вы просто ездите туда, или вы еще там какими-то помощниками становитесь, или еще что-нибудь такого рода? — Мы как старшие дети всегда правые и левые руки матушки нашей, всегда пытаемся помочь. Матушка наша как вторая мама, мы от нее перенимаем все детали и уже сами помогаем ей. У нас отличное взаимоотношение с ребятами помладше. Ну, все. — А я правильно понимаю, что вы же обе из многодетных семей, да? — Да. — А вот, Вероника, а вот тебе как, я не помню, ты старшая в семье? — Старшая, но у меня есть старший брат. — А, старший брат, да, ты рассказываешь, есть еще младшие дети. Значит, а вот тебе вот такой вот формат, значит, таких центров, таких вот поездок, он помогает в семье или наоборот это мешает? Вообще, в принципе, каково вот в многодетной семье жить? У нас просто очень много людей, которые имеют там одного только ребенка, в лучшем случае двух. Вот многодетная семья — это здорово или это сложно? — Ну, по-моему, это очень здорово. Вот, ты всегда найдешь поддержку от близких, тебе не скучно дома, ты не одинокий, все придут на помощь, вот, ты сможешь как-то развиваться, что ли, вместе с ними. Пока, вот, к примеру, я вот не ходила на сольфеджио и не знаю вот ничего совсем по нему. И в этом году моя младшая сестра пошла на сольфеджио в первый класс, и мне приходится каждый вечер сидеть с ней, учить сольфеджио, где какие нотки находятся. Вот, хотя матушка нас тоже учит этому, но, как бы, с ней, с младшей сестрой я больше как-то развиваюсь в этом направлении. Но вообще сольфеджио — это такая высшая математика. Да. Это очень сложно. А, Ирина, ты тоже, по-моему, из многодетной семьи, да? Да. Ты старшая? Да, я самая старшая. А вот у меня тоже четверо вообще детей. Вот каково быть старшей? Это как? Быть старшей сестрой, на самом деле, это огромная ответственность, потому что ты являешься примером для остальных. У меня просто недавно родился только третий братик, он еще маленький, он принимает пока что только самые основные действия, а у меня есть еще младшая сестра, она мне на пять лет младше, и вот она находится в таком возрасте, когда ты для нее становишься вот неким идеалом, за которым она стремится, и вот ты не должен оплошаться, потому что хочется, чтобы у твоей младшей сестры была лучшая старшая сестра, лучшая опора, лучшая поддержка, и тот человек, которому она сможет открыться. Поэтому нужно стараться быть мне всегда лучшей, и... То есть это так мотивирует, да? Да, да. То есть многодетность – это здорово, это интересно. Да, это здорово, интересно, и главное – это огромная ответственность не только за себя, но и за остальных младших и остальных членов семьи. Вот, девчонки, а вот скажите, ведь у вас же круг общения не сводится только вот к этому центру. Есть же еще одноклассники, друзья, где-то в интернете. А вот как им, значит, когда они узнают о том, что вы человек, родящий в церковь, что у вас есть какие-то религиозные взгляды. Вот как они реагируют на это? Это, простите за сленг такой, стрёмно. Это, наоборот, круто. Да, то есть начинают человека как-то вот задевать или, наоборот, интересуются. Вот какие взаимоотношения происходят с другими людьми? Вероника, давай с тебя начнем. Ну, поначалу, когда я только стала ходить в центр, об этом узнали мои одноклассники, и они как-то, ну, с таким отвращением, что ли, стали ко мне как-то относиться, отвернулись резко. Вот, но потом, когда я уже стала им, ну, объяснять, что это такое, как это, потому что они в этом вообще ничего не знают, то они как-то стали прислушиваться, и ничего плохого в этом не видели. Перестали, точнее, видеть. Вот, и они, наоборот, подтянулись, и каждый раз перед тем, как мы вот с хором и с батюшкой ездили в Москву, мы там выступали в Софийском соборе. В Храме Христа Спасителя, по-моему. В Храме Христа Спасителя, да, мы выступали. Там весь класс попросил поставить свечки в нем. Просто настолько как-то они поверили, что ли, вне Бога, что настолько все дружно такие, можно ты поставишь за нас свечку в храме. Вот. Ну, я поставила, конечно, за всех. Здорово. Ирина, а у тебя как со свечниками? Ну, в младших классах все как-то относились не очень, потому что были еще маленькими. Но я ходила на воскресную школу в центр и узнавала все больше и больше. У нас в классе я христианка, и еще есть девушка, она мусульманка. И мы вместе рассказывали каждой о своей религии. И вот в какой-то момент всем стало достаточно интересно. Не было ссор, просто шло рассуждение. Мы каждый рассказывали свою точку зрения, свое мировоззрение. Это было очень интересно, на самом деле. С класса вот со второго, с третьего у нас уже был достаточно большой фундамент, чтобы можно было как-то рассуждать. И мы с классом могли как-то вместе сесть и начать обсуждать христианство и мусульманство. В чем разница, в чем схожество. И вот как-то мы сплотились в этот момент и стали таким дружным классом без каких-то вздор. Не было какого-то буллинга со стороны одноклассников. А сейчас, ну сейчас просто знают и знают, ничего такого нет. А вот мы про матушку говорили, вот про отца Дионисия вот еще не затрагивали. Давайте сделаем вид, что он не будет смотреть эту передачу. И вот что бы вы хотели рассказать? Вот что-то хорошее, может быть, что-то плохое продевал. Мы сейчас на карандашик-то возьмем, все запишем. Вероника, вот отец Дионисия, он для вас вот кто, что, какой пример он вам подает? Сложно с ним или легко? Ну, поначалу я, если честно, боялась отца Дионисия. Я года два с ним просто не контактировала никак, потому что это был как-то, что ли, тот человек, с которым как-то надо достичь такого, такой цели, не цели, а статуса, чтобы с ним начать разговаривать. То есть он где-то там высоко, а ты там внизу, да? Я внизу была на то время. Ну, года через два я привыкла к атмосфере, к центру, к батюшке. Вот. И у нас как-то стали складываться диалоги. Вот. Ну, с батюшкой очень легко общаться, на самом-то деле. Вот. Он всегда поддержит, выслушает, как матушка. Батюшка, но он более такой строгий, да, в каких-то ну, его, наверное, положение обязывает, да? Ну, да. Вот. Вот в лагерях он просто такой дяденька серьезный. Ему вот по пунктам, когда куда выйти надо. А, видели вы его когда-нибудь такой дужкой? Дужкой, конечно. После того, как у детей отбой в лагеря, в центре, батюшка сидит в столовой, в трапезной, и рассказывает, какие у него события происходили в жизни, какие истории у него там, как у него день прошел. То есть он начальник до определенного времени, а потом, значит, это... До 10 часов он начальник, а после друг. Вот. Можно так сказать. Ирина, а у тебя, как, кстати, где они с ним складывались отношения? Мы сразу как-то с ним сдружились. Из-за того, что я уже 10 лет занимаюсь в центре, он стал моим вторым папой, он знает меня с вот такого возраста. И мы стали... У нас с ним очень близкие взаимоотношения. Он меня знает как свою дочку, всегда подсказывает, направляет, когда проявляются вопросы. Всегда... Всегда поможет, никогда не оставит в беде. Он стал, правда, вторым папой, беспокоится за нас всех, как за своих детей. Ругает? Такое тоже бывает, но когда сильная площадь у нас. А вот смотрите, я когда в семинаре учился, получается, живешь, учишься и на службу приходишь к одним и тем же людям. То есть вот он священник на службе, вот он же преподаватель, и вот он рядом с тобой в столовой сидит. И для меня была сложность исповедоваться. Это же надо прийти, он тебя видит вот таким послушным ребенком, сидящим за партой, значит, там... Или там поющим ангельским голоском в хоре. А тут к нему ты приходишь и начинаешь рассказывать о своих каких-то самых ужасных, мерзких, противных поступках. И вот я даже недавно об этом записывал в видео, что вот страх вот этой исповеди, первый особенно, он присутствует. Но вы, наверное, уже не первый раз исповедуетесь. Но сложно ли идти к человеку, который тебя вот так вот знает? Ну, на самом деле, я всегда себе говорю, что я исповедуюсь не батюшке, не самому человеку, а я извиняюсь за свои поступки перед Богом, и что батюшка просто как посредник, который соединяет нас, меня и Боженьку. Так что я отбрасываю все мысли и сомнения, и чисто честно говорю о содеянных поступках. А часто исповедуешься? Сейчас не совсем, потому что школьное время очень занятое, но бывает, что раз в два месяца прихожу. Понятно. А у тебя как, Вероника? Ну, поначалу было как-то страшно перед батюшкой как исповедоваться. Как вы и сказали, тот человек, который и тут, и там, и как-то исповедоваться, перед ним было... Не камильфо. Не камильфо, да. Как-то стремно, может быть. Но потом, как в один из вечеров, как перед детьми, батюшка объяснил, что он просто передает грехи Боженьке, и что он не слушает и не запоминает грехи, которые мы ему говорим. Так что ничего бояться не нужно. Нужно просто рассказать, покаяться в своих грехах, и все. И после этого разговора, можно так сказать, я как-то перестала бояться. И летом я чаще-чаще исповедуюсь, чем в другое время, потому что учеба. Ну, потому что тоже учеба, да? Вот, да. А так бывает. Ну, на праздниках обязательно. А так тоже один-два раза в месяц. А вот, кстати, про учебу, наверное, еще хотел спросить. В принципе, вот загруженность-то большая получается? То есть есть школа, есть какие-то еще кружки, куда вы, наверное, ходите. Есть вот этот центр. Ты вообще из кошелька ездишь. А вот вообще как? Вы успеваете это все делать? Или? У меня огромная загруженность. Я учусь в школе в Лицее Брестиж. У нас очень строго, сложно, много. После школы я освобождаюсь в часа в четыре, а то и в пять. У меня сразу начинается либо урок скрипки, либо фортепиано, либо я еду на сольфеджио, а вечером после основной массы занятий я еду на хор. Сейчас я занимаюсь только хором в центре. И еду расслабляться и находиться в той атмосфере, в которой мне очень комфортно, с людьми, которые мне приятны, которые очень дружелюбны. Поэтому я не чувствую, что вот центр и занятия какой-то обузы, наоборот, это больше как для расслабления души и тела. А вот помимо того, что ты уроки делаешь в автобусе и маршрутке, ты успеваешься? Ну, можно сказать, что да. Бывает, что по ночам сидишь, пишешь уроки, делаешь, просто не понимаешь ничего, уже хочешь спать, вот, но ты должен сделать уроки, чтобы на следующий день ты был готов все рассказать, все, хорошую оценку получить. А правильно, прости, Вероника, правильно ли я понимаю, что в том числе, если бы вы плохо учились, вас бы не опустили? Ну, вот в школе есть те люди, которые учатся плохо, и они пропускают школу, и классный руководитель ругается на них. А есть дети, которые хорошо учатся, но тоже иногда могут прогуливать уроки, Тоня, он тоже их ругает, потому что, ну, зачем в школу прогуливать? Школа — это свет, она обучает нас, все дарит нам. Но бывают конфликты, ну, не конфликты, а такие проблемы со школой, потому что я учусь во вторую смену в этом году, и в том году училась, и как-то сложно, потому что хор начинается в 7, а у меня только в 7 уроки заканчиваются. Вот, и в том году я прям, ну, не пропускала ни одного урока хора, вот, я уходила с двух последних уроков со школы, чтобы приехать на хор спокойно, не опоздать, а вот быть там, чтобы все композиции, все песенки, все знать, вот, никакую информацию не пропустить, вот, а вот в школе я потом просто догоняла, что я пропустила, и вот сдавала все зачеты, все эти контрольные работы, писала на отлично. Здорово. Ну, и, наверное, последний, даже это, наверное, не вопрос, а просьба, наверное, будет к вам. Вот, если нас будут смотреть, тоже дети, подростки, более младшее, более старшее поколение, вот, что бы вы им могли рассказать, и как бы посоветовать, замотивировать, может быть, пойти непосредственно в этот центр, к Отцу Дионисию, к Матушке, или, может быть, в какой-то другой центр? Вот, глядя на зрителей, расскажите им, пожалуйста, как вот, куда пойти, что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно не бояться начинать что-то новое, не бояться браться за новые дела, и понимать, что, возможно, это будет дело твоей жизни, относиться ко всему с душой, поэтому не бойтесь начинать что-то новое, пробовать себя в каких-то разных сферах, тем более в нашем центре, вас всегда ждут с распорсертыми руками, у нас очень много разных направлений, начиная с английского, и заканчивая борьбой, так что и девочек, и мальчиков, и малышей, и взрослых всегда всех ждут в нашем центре. Соглашусь со словами Ирины, центр — это если вы туда шагнете первый раз, то вы больше не выйдете оттуда, потому что там такая атмосфера царит, что просто от нее не хочется избавиться, хочется быть там настолько дольше, сколько можно, пока центр не закроется, ты просто не выйдешь оттуда, вот, ну, центр — это, можно сказать, если вы туда шагнете, то он станет для вас больше, чем что-то, вы всегда захотите в него идти, идти, вот. И даже преодолевать. И даже преодолевать трудности, километры, расстояния, вот. Вас всегда будут ждать рядом, ждать там с протертыми руками, вот. Так что приходите в центр, в победу, вот, вас там будут ждать. Спасибо большое, Вероника, спасибо большое, Ирина. Дорогие зрители, я надеюсь, что, посмотрев эту передачу, вы еще больше заинтересуетесь подобными центрами, которые есть у нас в Самаре и в области, и захотите сами туда прийти и привезти своих детей. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова